Евгения Медведева и Алина Загитова. Две лучшие фигуристки мира. История их встречи на Олимпиаде 2018. Так не хочется называть ее противостоянием. В идеальном мире в этой паре не было бы проигравшей. Но не было бы и чемпионки. И мы не в идеальном мире. 1,31. Вот разница между золотом Загитовой и серебром Медведевой. В точности до сотой сохранившийся отрыв из короткой программы, которой нечем измерить. Нет таких инструментов, а абсолютно равная сумма за произвольную, словно капитуляция судей перед выбором сильнейшей. Видео с выступлениями Алины и Жени можно посмотреть по ссылкам, расположенным внизу. Главное, что нужно знать про эту драматическую историю. Она не могла закончиться хэппи-эндом, который бы устроил всех. Не было ни единого шанса. И это неоспоримый факт. В фигурном катании, за исключением одного спорного прецедента, не вручают две золотые медали. Даже если общая сумма баллов у Медведевой и Загитовой сошлась бы до сотых, считали бы по дополнительным показателям. И, к сожалению, фигурное катание не биатлон, где гонок много и каждому достойному фавориту при удачном раскладе может достаться по золоту. В Хинчхане кто-то из двух блистательных россиянок должен был проиграть. Уже приехав в Корею, россиянки тренировались как заведенные. Все остальные предпочитали экономить силы, и в последнюю неделю Алина и Женя часто оказывались единственными, кто выходил на лед тренировочного катка. Это была не только практическая необходимость, но и демонстрация силы, напоминание, что они на две головы сильнее всех остальных и сравнивать их можно только между собой. Перед произвольной программой интернет облетел ролик, где Алина Загитова делает фантастический каскад из пяти тройных прыжков подряд. Для женского катания того времени просто космос. Но посмотрите, с какой легкостью Алина его делает. На соревнованиях такие элементы запрещены. В чем Алина изначально проигрывала Жене и ощутимо, так это в градусе народной любви. Во многом потому, что ее просто знали в год Олимпиады гораздо хуже. Фил Найт, один из самых успешных бизнесменов в области спорта, однажды объяснил этот феномен. Когда люди следят за спортсменом не один год, пусть даже краем глаза, то начинают воспринимать его как хорошего знакомого, а иногда даже как члена семьи. И эта эмоциональная связь – мощнейший козырь. У Жени он был. На Олимпиаде 2018 случилось много запоминающихся историй, способных пронять самых толстокожих. Но для России и многих людей за ее пределами не было драмы сильнее, чем женский турнир фигурки. Короткие программы у девушек были сильные, наполненные смыслом и очень разные. За музыкальное сопровождение у Медведевой был взят Ноктюрн Шопена в исполнении Джошуа Белла. Лирическая героиня Евгении за три минуты переживает к состоянию клинической смерти. Начало программы сопровождается сердцебиением, которое останавливается и начинается рассказ. Этой истории противостоял «Черный лебедь» от Загитовой. По моему субъективному мнению, это лучшая программа и Алины, и Данила Глиффенгауза. Очень интересная и органичная нарезка из Чайковского и оскароносного фильма «Лунный свет». Отточенные движения и история, которую хореограф придумал, и даже прыжки во второй половине, оправданы сюжетом, который тоже на удивление присутствует в очень мощной программе такой юной девушки. Все решалось в день произвольный. И тут были две диаметрально противоположные программы. Драматичная и тоскующая Анна Каренина в исполнении Евгении Медведевой. И искрящаяся радостная китри Алины Загитовой из балета «Дон Кихот». Десять минут, которые по-настоящему разрывают сердце, это произвольная программа Медведевой. И те мгновения после него, когда все, включая, кажется, ее саму и ее тренеров, поверили – Женя выиграла. Никто никогда не видел ее плачущей на соревнованиях, а тут увидели. Это был действительно выдающийся прокат, который едва не совершил чудо. А чудо было возможно. Раньше казалось, обыграть Загитову в произвольной программе нереально, но прокат у нее получился не таким ярким, как обычно. Судьи решили, что Анна Каренина у Медведевой получилась более проникновенной, чем «Дон Кихот», и поставили Жене самые высокие среди всех участниц баллы за компоненты. Но для общей победы этого оказалось недостаточно. Вряд ли можно достоверно сосчитать количество разбитых сердец, когда на экране напротив ее фамилии загорелась цифра 2. Про Алину потом говорили, подкараулила, отсиделась за спиной, имея в виду Женю. Во всех подобных эпитетах ощущается что-то нехорошее, не совсем порядочное. Безусловно, Алина научилась уже не тому, как надо работать, чтобы быть на два корпуса впереди. Но никого она не караулила. Как раз наоборот, как только возраст позволил, поперла к заветной медали, как танк. Случившаяся после этой победы вакханалия по отношению к Алине, которая выиграла по праву, приоткрыла нам всю правду о мире фигурного катания. О кланах, группировках, закулисной дележке еще не завоеванных медалей, о спонсорских и медийных интересах, о работе с судьями. Победа Алины спутала все расклады. До сих пор невозможно забыть отмеченные Тэфи плач в прямом эфире Татьяны Анатольевны Тарасовой об упущенной победе Евгении Медведевой. Очень маленькая разница. Победу за Гитовой принесла короткая программа. В произволке Женя оказалась чуть-чуть сильнее, но этого... Она первая в произвольной, да? Да, она первая в произвольной. Она первая в произвольной. Да, но тем не менее... Она везла этот ВОЗ. Она его везла. Она день за днем приближалась. Ну, рады журналисты, что вы разжигали такой антагонизм между ними. Хорошо, что Этери не дала этому сделаться. Между ними нет антагонизма. Что она объединила. У девочек очень хорошее отношение между собой. Да, же она объединила их. А так ведь Бог знает, что писали, пока та болела. Но обычные люди, такие как вы, как я, как миллионы телезрителей по всему миру, оценили всю красоту и сложность программы Алины. И без сомнения признали ее право на победу. Женя Медведева сделала все, что могла. На играх, которые еще год назад ей все отдавали. Как будто в женском катании что-то можно планировать хотя бы на месяц вперед. То, что противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой будет жарким, особенно с учетом того, что они тренируются у одного тренера, было ясно с начала сезона. Только вот масштабы эмоционального накала и того, как станут развиваться события, предугадать не мог никто. Жизнь справедлива, задали Жене вопрос сразу после выступления. Да, не задумываясь, выпалила она, впервые за долгое время улыбнулась и сказала совсем взрослая. Значит, так надо. Жизнь, она справедливая? Да, значит, так надо. Этот день останется в моей памяти тем, что сегодня я все оставила на льду, сказала Медведева. И именно эта новая реальность, с которой сталкиваются взрослеющие фигуристки. Оказывается, существует некий предел, который ты можешь оставить на льду и просто ждать судейских оценок. Тут не до лишних прыжков и явно не до того, о чем после исполнения своей сложнейшей произвольной программы на чемпионате России сказала Загитова. Я бы еще прыгала и прыгала. Но спорт это здесь и сейчас, в эту конкретную секунду. Поражение Жени Медведевой – самый грустный момент Олимпиады в Корее. Она так и останется одной из выдающихся фигуристок мира, которая не стала олимпийской чемпионкой. Но разве мы будем меньше любить Медведеву от того, что у нее нет олимпийского золота? Его в конце концов нет у многих выдающихся спортсменов. Как у многих выдающихся актеров нет премии «Оскар», у писателей Нобелевской премии. Список можно продолжать долго. Это поражение не сможет отменить всего того, что Женя уже сделала для своего вида спорта. Ей не нужно олимпийское золото, чтобы быть признанной. Она и без него – выдающаяся. Что касается победного проката Алины Загитовой, даже спустя годы это выступление не перестает волновать. Пересматриваешь его в сотый раз, и он все так же заставляет быстрее биться сердце, как в то самое раннее февральское утро. И уже знаешь, что она справится. Она откатает свою программу так, словно запустит в небо маленький фейерверк. Она прицепит этот тройной ритбергер к Луцу, но нет, с нарастанием музыки нарастает и твой пульс. Это чудо невозможно забыть, как невозможно и повторить. Уникальная, сказочная история о таланте и красоте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Родина А.Семкин Корректор А.Кулакова Россяцентра А.Семкин Корректор А.Кулакова Алина, садись! Субтитры создавал DimaTorzok